Добрый день! Сегодня у меня редкий случай вульгарного биологизма. Из позиции вульгарного биологизма я попытаюсь понять и объяснить философскую категорию жертвы. Ну, в самом деле, мы везде имеем ситуацию жертвы. Ну, с одной стороны, понятно, почему, например, считается, что финикиц сжигает своих перенцев в медных быках. Ну, по той простой причине, что один человек тело другого. И, значит, мы сжигаем своего перенства, то есть собственное тело, только для того, чтобы возвеличить дух. То есть мы жертвуем телом, чтобы возвеличить дух. По всей видимости, именно в этом состоит смысл известного карфегенянского и финикиского ритуала. Это сжигание по натуржению собственных перенцев в честь Бога. Ну, мы вот эту самую концепцию жертвы видим вообще везде. Ну, самое знаменитое, это, конечно, жертва Иисуса. То есть Бог посылает на смерть собственного сына, он с этой долей своей соглашается, и тем говорят, что смерть и смерть поправ. Кому жертвуют, почему жертвуют, откуда жертвуют. Это совершенно непонятно, и традиции это никак не объясняется, по крайней мере, для меняемым образом. И везде некому Минотару посылают юношей на съедение, прекрасных девушек посылают дракона на съедение, и всякое прочее, прочее, прочее. Откуда вот это возникло представление о жертве? Я хочу заметить, что это некая другая ситуация, это не ситуация ТОГО. Не тогда, когда мы тебе вот это, а ты нам ТОГО. Это тоже не ситуация ТОГО, ситуация Минотарга. Но можно сказать, что она ситуация ТОГО. Но ты как бы откупаешься от уничтожения, откупаешься какой-то вот такой дань. И вообще говоря, при чем здесь вульгарный биологизм? Вульгарный биологизм вот при чем. У нас считается, что численность так называемой жертвы, но не христианской жертвы, и хищника, она сбалансирована на объеме питания. Считается, что у нас возрастает количество жертв, ну то есть каких-нибудь там леммингов, в связи с ними возрастает численность писцов, потом количество леммингов уменьшается, и после этого падает количество писцов. Объясняется это таким образом, что именно писцы регулируют численность леммингов. Однако это не так. Численность леммингов регулируется каким-то другим способом. Явно не нехваткой пищи, и не жертвами. А чем-то другим. Ну, в связи с этим все знают массовое самоубийство. Леммингов на берегах, когда они просто бросаются в воду массовую, и погибают. Вот. Точно так же у нас оказывается и другая ситуация. Когда вообще везде и всегда, вообще везде и всегда, у нас численность популяции ни в коем случае не регулируется численностью хищника. Более того, можно сказать, что очень часто у нас жертвы питания, и питающиеся, и хищники находятся в неком симбиотическом единстве. Больше всего это напоминает ситуацию от Ага. Ну, в самом деле, собаки и хозяин, то есть пастух, убивают на самом деле гораздо больше овец, чем волки. Тем не менее, именно они находятся в симбиотическом единстве со своими жертвами, то есть собцами. Когда нужно, пастух с удовольствием зарежет одно-две овцы, и овцы этому не могут сопротивляться. То есть ситуация вот этого уже жертвенного барана, она как бы оказывается везде универсальна. Вот так. Поэтому очень интересно на эту с точку зрения посмотреть на первого человека и постараться понять, не было ли он домашним животным у какого-то другого хищника. Но сразу же под подозрением находятся, во-первых, какие-то крупные кошки, а во-вторых, другие, возможно, более крупные обезьяны. Ну, в самом деле, представьте себе картину, когда человек, он спустился с деревьев и живет на открытой местности. Мы понимаем, у него не было ни орудий труда на тот момент, и он был легкой жертвой своего противника. По всей видимости, этим противником был, например, леопард. Леопард с удовольствием до сих пор, хотя его воспитывают, превоспитывают, с удовольствием убивают в большом количестве людей. Был известен в Индии какой-то леопард-блюдоед, который убил несколько сот человек, чуть ли не до тысяч, приходил ночью и убивал. Спасения от него никакого нет. И, казалось бы, численность этого леопарда должна увеличиться на таком хорошем питании. Однако это не так. По всей видимости, либо была какая-то сила, которая защищала первого человека от атак на него, может быть, была какая-то сила. То есть, свои собаки, свои пастухи. Либо, значит, они научились использовать себя в некоторой ситуации симбиотического единства. В связи с этим хочется упомянуть про нашу рысь, которая по размерам, в общем-то, не очень сильно уступает леопарду, но раз в два. Приспокойно может убить волка, взрослой семейцы рыси, особенно европейской. Но, с другой стороны, не зафиксировано ни одного случая нападения рыси на человека. То есть, рысь на человека принципиально не нападает. Да, может огрызнуться, может ударить лапой, если к ней сильно приставать, но никогда не нападает. И легко приучается. Маленький котенок, взрослый волос, попавший в капкан, то есть, который уже человек причинил какую-то проблему и муку, она с удовольствием приучается, становится полностью домашней кошкой, и может жить человеком даже в квартире. Хотя очень трудно жить в квартире с 30-килограммовой кошечкой, мурчание которой напоминает звуки небольшого генератора. И это как бы тоже очень странно, я хочу на это обратить внимание. Вообще говоря, насколько человек воспитывался какими-то другими, более могущественными гоминидами, то есть, другими более могущественными человекообразными обезьянами или другими видами людей, это как бы очень-очень интересно. Но я хочу обратить внимание, но в любом случае, либо с этими гоминидами, либо по всей видимости с какими-то крупными кошками, человек находил в ситуации симбиотического единства. То есть, он им, как овца в стадии, предоставляет своего соплеменника за право всем остальным приспокойно кормиться. Либо еще, либо как-то иначе, но по всей видимости, вот именно так. Можно, сейчас большой порыв произошел в этологии, и мы очень много странных и интересных эффектов, благодаря особенно видеосъемке, можем увидеть и наблюдать среди животных. Я вот наблюдал такую картину в одном из фильмов BBC, дело находилось в Британии, там, по-моему, хорек охотился на кроликов. И вот он выбирает себе жертву и начинает за ней бегать по всему полю. И жертва, по всей видимости, больная особь какая-то, не очень здоровая, делает какие-то короткие перебежки по 5-10 метров. И, в конце концов, он ее съедает. Но особенность состоит в том, что во время этой охоты он пробегает мимо остальных кроликов на расстоянии 20-31 метра. И они не шевелятся, они понимают, что охота не идет за ними. То есть, такое ощущение, что вся популяция кроликов, сидящих в колоссальных ног, уже заранее обрекли вот эту особь, в которой предстоит быть съеден, на роль некоторой жертвы. Жертву, которая позволяет этой популяции дальше жить на этой территории. И жертва это, в каком-то смысле, возможно, сама понимает. Возможно, что это просто очень больная особь. И они на этого хорька никак не реагируют. В конце концов, охота догоняет того несчастного кролика, старого или больного, и съедает его. И все остальные к этому относятся совершенно безучастно. Мы видим, что даже на таких странных популяциях, потому что нельзя назвать, что кролики для хорька являются домашним животным, как овцы для человека и собак. Но, тем не менее, мы видим вот эту странную концепцию жертвы. Когда отказываются от какого-то рода сопротивления, но хищник себя, с одной стороны, ограничивает каким-то фиксированным количеством, то есть собирает совершенно небольшую дань на фоне общей популяции, а с другой стороны, сама жертва отказывается от какого-то рода сопротивления. То есть коллективно популяция кроликов выделяет хорьку от одного из своих собратьев на пропитание. По всей видимости, именно во всевозможных сказаниях, вот этот архетип жертвы, и по всей видимости, человек очень долго жил в сообществе, например, с крупными хищниками, или с кем-то еще, именно в этом странном ситуации симбиотического единства. Быть может, именно поэтому мы так любим своих домашних кошек, потому что миллион лет мы были домашним скотиной, домашним пропитанием у кошек гораздо крупнее, гораздо серьезнее. А быть может, каким-то способом и когда-то та же самая рейс является потомком домашних животных, либо человека, любого другого вида гомо, каких-нибудь других, какими, какими-то манецкими, что-то. Именно этим и объясняется закрепленная особенность, никогда, ни при каких случаях не нападать на человека. Но, тем не менее, совершив этот небольшой экскурс в этологию, то есть, оказавшись на позициях вульгарного биологизма, мы можем постараться понять вот этот архетип жертвы, который пронизывает Библию от первой страницы до последней, прообедует остальные мифологические произведения, которые нам трудно сейчас понять и посмотреть на него более-менее пристально и снисходительно. Снисходительно, потому что это, в конце концов, дань двухмиллионному прошлому становлению вида гомо-сапия.